Итак, мы продолжаем наш разговор о выступлении российских команд в Еврокубках. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на грядущем матче между Зенитом и Ювентусом. В преддверии этой встречи мне хотелось бы разобрать все сильные стороны нашей команды и грядущего соперника из Италии. У кого какие плюсы, давайте разберемся. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 2021, Калуцкий, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну и по нашей патриотической традиции давайте начнем с преимуществ российской команды. Во-первых, у Ювентуса в последнее время есть проблемы. Команда три матча подряд не может добиться победы, и вот сейчас, как мне кажется, туринцы, они уязвимы. И против них можно сыграть достойно, можно показать хороший футбол, и можно добиться хорошего результата. Если сейчас «Зенит» сыграет на своем максимуме, то даже на выезде здесь можно добиться очков. Кстати говоря, «Зенит» вообще в этом сезоне Лиги чемпионов доказывает, что он способен биться против топовых клубов. Что с «Челси», что с «Ювентусом» в первом матче наша команда продемонстрировала достойный, организованный и качественный футбол. Да, не хватило где-то везения, где-то концентрации, в итоге два поражения. Но мы видели, что в принципе команда смотрится пристойно. Поэтому есть надежда на успех. Есть надежда на то, что сейчас вот этот уязвимый «Ювентус» будет обыгран или, возможно, сыграют в ничью. Также отметим, что «Зенит» сейчас, конечно, на подъеме, что тоже большой плюс. Это и победы, это и успехи, это и психологический подъем, потому что команда обыграла, ну, не просто обыграла, а разгромила московские коллективы, принципиальных соперников. Поэтому сейчас «Туринцам» достанется очень неприятный оппонент. Кстати, хотелось бы отметить, что в ближайшей встрече у «Ювентуса» не будет особой мотивации на самом деле. Потому что, по сути, у них уже 9 очков в кармане. Плюс, знаете, тот самый случай, когда 9 на бумаге, а 12 держим в уме. Потому что у «Ювентуса» в запасе домашний матч против «Мальмо». Абсолютно нулевой команды, откровенно говоря. И вот этих 12 очков, их, в принципе, уже хватит на попадание в плей-офф. Поэтому для «Ювентуса» следующий матч ничего особого не значит. А для «Зенита» это все-таки шанс показать себя, зацепиться за что-то. Латиноамериканские футболисты будут рвать свои латиноамериканские жопы, чтобы продемонстрировать свои качества перед скаутами европейских клубов. Короче говоря, вопрос мотивации здесь в пользу «Зенита». Ну и также отметим, что сейчас у «Зенита» выше уровень командной химии. Потому что у «Зенита» в последнее время достаточно притертый, плотный состав, который не так часто меняется. «Зенит» ведет точечную селекцию. И поэтому команда сейчас очень сыгранная, очень сработанная. И это может понести ей большие плюсы. Ну и добавим тактическое преимущество определенное. Потому что «Зенит» на выезде против «Ювентуса», конечно же, будет играть вторым номером. А у «Торинцев» при «Максе Аллегрии» бывают проблемы с тем, чтобы вскрыть такую вот плотную оборону соперника. Отметим теперь сильные стороны «Ювентуса». Во-первых, они играют дома при своих фанатах. Хотя фанатов вроде как будет немного. Там какие-то ограничения или билеты не продаются. В общем, итальянцы перед матчем переживали, что команда останется без поддержки. Но в любом случае дома играть приятнее. Также напомним, что «Ювентус», пускай и с трудом, но добился победы в первом матче с «Зенитом». Да, там было все на тоненького. И, знаете, в каком-то смысле «Ювентусу» повезло, что «Зенит» не смог довести встречу до логичного ничейного исхода. Но победа все равно победа. Поэтому «Ювентус» знает, как обыгрывать «Зенит». И это, конечно, для них преимущество. Также отметим существенный перевес в классе исполнителей. Особенно сейчас, когда у «Зенита» потери, когда нет Аздоева, Дугласа, Кузяева, как видимо, и целый ряд других футболистов под вопросом. Там «Малком», «Круговой» и так далее. В общем, сейчас «Зенит», к сожалению, несколько ограничен в своих силах. И сейчас разница в классе между «Ювентусом» и «Зенитом» стала еще больше. При этом напомню, что у «Ювентуса» более мощная скамейка запасных. У них, в принципе, очень широкий состав. Поэтому во втором тайме у «Макса Олега» будет больше вариантов, чтобы усилить игру своей команды. Кстати говоря, Макс Олега – тренер. На мой взгляд, он сильнее Симака, как наставник. Тут, я думаю, никто спорить не будет. Олега – один из лучших тренеров Европы. Да, сильно недооцененный, но он действительно очень хорош. Также отметим, что «Ювентус» опытнее «Зенита». У них более возрастной состав. Есть вообще настоящие аксакалы, вроде «Панучики», «Елини», «Куадрадо». Настоящие легенды, культовые футболисты. И, что очень важно, у «Ювентуса», у футболистов «Ювентуса» больше опыта в выступлении в Лиге Чемпионов. Поэтому здесь и сейчас, конечно, туринцы смотрятся более матерым коллективом. Более матерым и более мощным. Средний рост исполнителей «Ювентуса» – 174,8. У «Зенита» – 182,9. И вот это физическое преимущество очень важно, потому что «Зенит» все-таки достаточно серьезную ставку по-прежнему делает на силовой футбол. Да, конечно же, сейчас стало больше комбинаций, больше бразильского футбола в силу появления тех самых бразильцев многочисленных. Но по-прежнему очень часто «Зенит» использует дальние передачи. Особенно, когда играют вторым номером, часто они используются для того, чтобы перевести мяч из обороны в атаку. И вот здесь то, что соперник обладает преимуществом в росте – это очень неприятно. Это помешает «Зениту» строить контратакующий футбол. Ну и к тому же это принесет «Ювентусу» определенные преимущества на стандартах. А стандарты – угловые, штрафные – это, как известно, всегда шанс для команды «Андердога», для команды, уступающей в классе – забить более сложному, более именитому сопернику. Так что у «Ювентуса» плюсов очень много, но будем верить в нашу команду. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!